Приветствую вас, дорогие друзья, это канал Орел без Решки, я нахожусь в Калуге, и в этом ролике мы с вами посмотрим достопримечательности этого города, которые можно посмотреть за один день. Подписывайся на канал, ставь лайк, а мы начинаем. Начинаю я с этого места. Здесь раньше была крепость, Калужский Кремль. Это была спорная территория между Московским княжеством и Литовским княжеством. Первое упоминание о Калуге как раз 1371 год в письме литовского князя Ольгерда к константинопольскому патриарху Филофею о том, что якобы Москва несправедливая отняла у него эти территории. С тех пор эти земли переходят из рук в руки, пока Иван III окончательно не присоединил их к московскому княжеству. Тут раньше был Кремль, он несколько раз уничтожался в пожарах, а монастырь, Лаврентьевский монастырь, он был частью этого Кремля, он сохранился прямо до советской эпохи. В советское время он был ликвидирован. А это здание было отстроено уже после распада Союза в 90-е годы. Также этот Кремль уже после монголо-татарского иго защищал московские земли от набегов крымских татар, пока не сгорел в пожаре 1777 года. Калуга находится в 160 километрах на юго-запад от Москвы, на берегу реки Оки и трех рек, которые в нее впадают Яченко, Калушка и Киевка. И вот, собственно, где впадает река Яченко в Аку, раньше был Калужский Кремль. Отсюда это видно, видно этот монастырь. Сейчас же здесь находится Яченское водохранилище. Это водохранилище искусственно было создано к Олимпиаде 1980 года для организации отдыха горожан и проведения водно-спортивных мероприятий. Смотря на то, что Калуга первый раз упоминается в летописи в 1371 году, соответственно, в 2021 году отпраздновало свое 650-летие, некоторые историки предполагают, что и раньше этот город был на этом месте, но не упоминался ни в каких источниках летописях. Сейчас Яченское водохранилище, прилегающая территория, это зона спорта. Здесь проходят разные соревнования, есть беговая дорожка. Сейчас здесь проводится какое-то соревнование по баскетболу по всей Калужской области. Я видел тут Майки Обнинск, Малый Ярославец. А это вейкбординг. В 2015 году здесь проводился чемпионат России по вейкбордингу. В 18 веке Калужский Кремль потерял свое оборонительное значение, и после очередного пожара его решили не восстанавливать. А дальше все пошло по классике. Как и во многих русских городах, сюда приехала Екатерина в 1777 году и сказала своему поручику навести здесь порядок. И здесь уже появились здания Екатерининской застройки. Построили вот это здание, здание присутственных мест, то есть административные учреждения Калуги и губернии. В здании присутственных мест есть такие две арки. Посмотрите, как они красиво сделаны. Чем-то напоминает Питер. И прямо через эти арки проходят троллейбусы. Торговые ряды. Здесь любил бывать писатель Гоголь. Здание выполнено с элементами классической русской архитектуры. Сейчас на этой площади находится администрация Калужской области. Чисто коммунистическое здание. Такие здания стоят в Северной Корее сейчас повсюду. Тут же установлен памятник Ивану Третьему. Великий русский князь, под руководством которого русское войско участвовало в стоянии, в то самом стоянии на реке Угре. Иван Третий здесь, конечно, смотрится очень обычно. Здесь все привыкли видеть Ленина. Администрация советская рядом Ленина. Тут русский князь Иван Третий стоит. В самом сквере Ленина Ильича уже не обделили вниманием. Поставили в честь его памятник. Но он какой-то маленький, такой мини-Ленин. Это парк, городской парк культуры и отдыха. Это Троицкий собор. Собственно, Троицкий собор единственное здание, которое уцелело здесь после пожара. Его решили оставить по плану Екатерины. Убрать все эти развалины. Разбить вокруг него три парка зеленых. И построить здание присутствных мест. Рядом с Троицким собором стоит памятник. Святому Лаврентию. Установлен он в 2015 году. Он изображен здесь секирой. Он был монах-юродивый, чудотворец. Не остался в стороне, когда сюда напали на город крымские татары. Вместе с этой секирой подошел к царю и сказал войску «Не бойтесь». В общем, он вдохновил войско. И калужане одержали победу над крымскими татарами. В период Крымской войны, 1855-1856 год, войска шли со знаменем. На одной части знамени была изображена Богородица. На другой части знамени сам вот этот Лаврентий с секирой. Значимый святой в истории калужской земли. Также с этого парка открывается вид на реку Аку. Тут для этого есть смотровая. Сейчас там какая-то групповая экскурсия. Также видно мост через реку Аку. Мост называется Гагаринский. Калуга считается городом космонавтики. И поэтому этот мост назвали в честь человека, который первый полетел в космос. Бывшее здание дворянского собрания находится в плачевном состоянии, в аварийном. Но коммунистические таблички находятся в хорошем состоянии. После прихода света большевиков они использовали это здание в своих нуждах. Проводили здесь свои собрания. Назвали улицу улицей Карла Маркса. То есть унижали царскую эпоху, как только могли. Идем по улице Карла Маркса. Тут такая организована золотая аллея, где гуляют молодые. Там дерево есть с замочками, которые молодые по традиции вешают. Такие арочки, украшенные искусственными цветами. И в таком веселом месте, казалось бы, праздник, свадьба, торжество. Не ожидаешь здесь увидеть памятник жертвам репрессий. Выполнен он в таком интересном стиле. Такие колонны обрублены. Много родственников, калужан погибло в политических репрессиях. Особенно в сталинское время. На улице Пушкина находится еще одно уникальное строение Екатерининской застройки. Такой вот мост. Мост Виадук. На 122 метра, высота 23 метра. Но сооружение действительно мощное. Представьте, такой мост построили в 18 веке. Что касается Виадук, там особо не разглядишь. Я тут купил в Калуге сувениры, в том числе магнитик. Магнитик с этим мостом. Вот как этот мост выглядит со стороны красиво. А сбоку его получается вот так вот только смотришь. И поскольку это улица Пушкина, там установлен бюст Пушкина. Сегодня много свадеб. Одни свадьбы сегодня в Калуге. И вся фишка свадеб по этому мосту. Проехаться и невесту пронести на руках. Именно через этот мост. Если вы перейдете через этот мост по улице Пушкина, вы встретите здание, которое даже старше, чем Екатерининская эпоха. То это вот здание имения Макаровых. Здание было построено в начале 18 века. То есть еще до того, как в город приехала Екатерина. Смотрите, как оно выглядит. Ну, можно сравнить. Вот здание до Екатерининской эпохи. И рядом с ним здание Екатерининской эпохи. Этим зданием владела семья Макаровых. Но в начале 20 века перешло владение государства. Похоже, что это жилое здание. Там какие-то дети играют. Вон почта. Почтовые ящики видно. Этот памятник архитектуры никак не охраняют. Он в ужасном состоянии. Делают, что хотят жильцы. Никак это не регулируется законом. Это плохо. Надо такие памятники беречь. Это вот здание. Здание купцов Коробовых. Одна из главных достопримечательностей экологии. Это здание даже сразу и не найдешь. Потому что Калуга очень зеленый город. Кругом деревья, пятиэтажки. Поэтому это здание тут спряталось от нас. Здание старое, 17 века постройки. Образец русского зодчества того времени. Им владели купцы Коробовы. Но в конце 19 века здание перешло государству. И здесь сейчас находится и в то время находился краеведческий музей. За зданием ухаживают. Это сразу видно. Сравните вот это здание с предыдущим зданием купцов Макаровых. Здание купцов Макаровых должно было выглядеть примерно так же. Если бы за ним следили. Это здание тоже имеет большое значение в истории экологии. В этом здании на протяжении 29 лет жил выдающийся русский ученый, исследователь космоса Константин Циолковский. Именно в этом здании были написаны его труды о авиации, свойствах реактивного движения и космонавтике. Спустя год после его смерти это здание переоборудовали в музей. Экспозиции призваны ознакомить посетителей с неотъемлемым вкладом в развитие русской науки. Несмотря на то, что сам Циолковский родился в Рязанской губернии, его имя ассоциируется именно с городом Калугой. Когда Константин Циолковский дом покупал этот, он, конечно же, был меньше. Со временем он тут расширил свое владение. Вон и сам Константин Эдуардович сидит. Осмотр экспозиции начинается с водного зала. Основные даты в жизни Циолковского написаны здесь. Тут уже написаны даты основания музея. Он был открыт в 30-е годы и как развивался. Это уже главная комната. Здесь спал и работал сам Циолковский. Библиотека, мастерская, письменный стол. Главное место для посещения в Калуге – это музей космонавтики имени Циолковского. Крупнейший музей на территории России, а по некоторым данным и во всем мире, посвященный освоению космического пространства. Музей был организован в 1967 году. И в этом принимали участие первые космонавты истории человечества Юрий Гагарин и величайший ученый Сергей Королев. Чтобы попасть в музей, нужно купить билет. Билет стоит 450 рублей. Так вот он выглядит. Да, музей действительно гигантский. Такая скульптура, летающая от Циолковского, сразу на пользу, на коньках. Также тут можно на территории музея купить сувениры. Вот такую вот матрешку, стережковую. Стоит 21 тысячу. Вот так вот оценили первую женщину-космонавту. Сколько освоения космоса происходило во времена СССР? Много плакатов из того времени. В музее представлен макет кабинета Королева с портретом Ленина. Луноходы, ракеты и всякие космические аппараты для освоения космического пространства. Здесь такая вот интересная игрушка. Смысл этой игрушки в том, что нужно найти место пуска ракеты и запустить ее. Вот, нашел я. Нашел я, где эта ракета. Все, запускаем. Транспортировка ракеты. Установка ракеты, пуск ракет. Вот отсюда сейчас наша ракета вылезет. Все, поехали, как говорил Гагарин. Тут проиллюстрирую, как космонавты питаются в невесомости. На этом телаже показаны уже космические продукты. В основном это такие тюбики, кофе с молоком. И из тюбика так выдавливают. В невесомости только так. Калуга прошла путь от простой крепости между московским княжеством и литовским до колыбели космоса России и одного из интересных туристических мест, куда приезжают много туристов просто погулять на выходные. Канал Орел без решки – это не только прогулки по городам, а также обзоры отелей и ресторанов. Подписывайся на канал, если тебе понравилось это видео. Субтитры подогнал «Симон»!